Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. В 2018 году профицит составит примерно такую же сумму, в 2020-м – полтора миллиарда. При этом расходы области будут сокращаться. Если в 2018-м и 2019-м их размер превысит 46,5 миллиардов рублей, то в 2020-м они будут меньше на полмиллиарда. Экономика. Выяснив, что недаром бизнесмены рвутся в Лондон, а не в Нигерию. Экономика. На 101%. Банкроты должны по страховым взносам 2,5 миллиарда. Таковы данные налоговой службы региона на 1 сентября. Общая сумма задолженности превышает 4,5 миллиарда рублей. Это почти половина от всей задолженности, которой занимаются налоговые органы. 2,5 миллиарда приходится на компании банкроты и на недействующие организации. Программа Экономика. К другим новостям. В Кировской области может появиться фонд поддержки промышленности. Регион может принять опыт Пензы в сфере поддержки промпредприятий. Речь об этом зашла в ходе встречи спикера ОЗС Владимира Быкова и координатора Ассоциации законодательных органов власти субъектов Привожья, спикера Пензенского ЗАГС Собрания Валерия Лидина. Пензенский фонд поддержки предприятий. 100 миллионов рублей. Деньги могут использоваться для внедрения новых технологий. Экономика. На 101 АФМ. Победилова на втором месте в Привожье по падению пассажиропотока. Содружество авиационных экспертов Aviation Explorer проанализировало показатели работы российских аэропортов за полгода. Услугами Победилова за это время воспользовались менее 70 тысяч человек. Падение за год 20%. Больше только в Ешкар-Але она потеряла почти половину пассажиров. Спрос на полеты среди регионов Привожья больше всего вырос в Оренбурге на 50%. Экономика. Вместо ТРЦ Макси на Луганской появится гипермаркет. Это уже не первое изменение в назначении площадки в районе ТЭЦ-4 с 2014 года. Компания Макси Девелопмент сократила площадь объекта, который планирует там построить с 69 тысяч квадратов до 11. В компании Макси отмечают, что в приоритете сейчас у них развитие розничной сети и в ближайшее время в Кирове начнется строительство гипермаркета на Московской 102. Это будет одноэтажное здание площадью 12 тысяч квадратов, где помимо продовольственного магазина будут представлены отделы с товарами повседневного спроса. На Луганской 53 также планируется строительство подобного гипермаркета Макси. Экономика Напоследок, коротко, несколько цифр на 12 миллионов меньше, чем за первые 9 месяцев прошлого года потратили в этом кировчане на еду. До 200 миллионов рублей могут привлечь в Ядские поляны благодаря получению статуса территории, опережающего социально-экономического развития. 66 миллионов перекинули областные финансисты на зарплаты бюджетникам из фонда на покупку квартир детям-сиротам. И о валютах. Доллар сегодня 57,76, евро 68,29. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове.